Доброе утро! В эфире новости Лайт. Обо всем самом интересном в городе в ближайшие три минуты. Дрожь земли по Омске в районе Левобережья. Асфальт буквально ушел из-под ног и из-под колес. В плену зыбкого дорожного полотна оказались сразу несколько авто. По словам очевидцев, трещины появились после дождя. Кто-то винит в этом ремонтные работы сомнительного качества, кто-то капризы сибирской погоды. Мэр Омск автолюбителей успокоил и заверил, что всем пострадавшим выплатят компенсацию, а грехи на дороге оперативно устранят. Жаль, что на яму в советском округе вот уже пять лет никто не обращает внимания. Все эти годы жители городка Нефтяников ждут хоть каких-то действий. А меч, потерявший всякую надежду, устроил пикет в море Лаптевых. Именно так горе лужи называют местные жители. Водоем там появляется практически после каждого дождя. Только с начала года в ловушку по незнанию попали более десяти автолюбителей. Следующую новость хорошей не назовешь, но тема уверенно волнует многих. Накануне подскочили цены на бензин. Где на 50 копеек, а где-то и на рубль. Так, например, на заправках «Газпромнефть» за литр популярного 92-го теперь придется отдать 30 деревянных. До этого его продавали за 29,50. Чуть ранее топливо подорожало на АЗС «Лукойл», а вот на заправках «Топлайн» ценник пока не изменился. Кстати, некоторым омичам удается даже в такой новости найти позитив. Не нойте! На улице лето, пересаживайтесь на велосипеды. А иногда можно вообще отказаться от любого транспорта и отправиться на пробежку. Организм вам только спасибо скажет. В следующем году будет еще и отличный и отнюдь не банальный повод. Организаторы сибирского международного марафона предлагают проветриться после захода солнца. Звездный забег стартует поздним вечером. Огни ночного города будут освещать спортсменам путь, а звездное небо придаст особое настроение. Организаторы планируют сделать мероприятие ежегодным. Так что начинайте тренироваться. И расскажу о том, чего нам ждать от вторника. В детско-юношеском центре туризма и краеведения продолжаются соревнования по туризму и спортивному ориентированию «Первые шаги». Сегодня участникам предстоит покорять высоты. С 10 часов стартуют поединки по скалолазанию. В 19.30 театр ВПСС приглашает омичей на единственную, в прямом смысле неповторимую, премьеру спектакля «Пришибленные». В основе романа Чака Паланика. Каждый из артистов сыграет свою роль лишь единожды. Как обещают, и сюжетная линия будет, с одной стороны, вполне узнаваема, с другой – совершенно не похожа на первоисточник. Место встречи – стройка на проспекте Карла Маркса, 18. А в кинотеатрах сегодня есть уникальная возможность увидеть трансляцию нового спектакля Лондонского национального театра «Файнс». Постановка по пьесе Бернарда Шоу «Человек и сверхчеловек» предлагает трактовку мифа о роковом любовнике Дон Джуани в антураже Англии 20 века. Экранизация сопровождается русскими субтитрами. Пока это все о других новостях. Расскажем позже. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова